В своей работе большинство из них руководствуется тремя качествами – добротой, состраданием и милосердием. 8 июня свой профессиональный праздник отметили работники социальной защиты населения. Благодарность получаем в свой адрес. У нас есть большая книга благодарности, которая обслуживает наше тепло, очень отзывается о социальных работниках. Они называют их дочками, няньками, еще как врачихами они их называют. Очень по-доброму, очень любят. За любовь и преданность к профессии наградили лучших соцработников Ульяновской области. Вручить награды и поздравить лично приехал губернатор Сергей Морозов. Ваш в большей мере сложный труд заслуживает не только словесного признания, но и материального поощрения. Именно поэтому в этом году, по случаю профессионального праздника и по случаю ваших замечательных результатов, по случаю вашей огромной помощи к тому, чтобы мы наконец-то вошли в группу лидеров России, я принял решение выплатить премию ПСИМ без исключения сотрудникам системы социальной защиты населения НОЖУ. Отрасль соцзащиты в регионе включает в себя порядка 40 учреждений, в которых работают свыше 6 тысяч человек. Сегодня упор сделан на создание реабилитационных центров для детей и подростков. С прошлого года уже открыто 16 центров в 14 районах. В 2019-м заработают еще 10 таких учреждений. На их оснащение предусмотрено 36 миллионов рублей. Еще одна задача – вывести статуса пилотной в ряды якорных проект «Социальная няня». Это задача, прежде всего, в рамках реализации проекта «Демография», о котором я уже сказала. Это реализация проекта «Социальная няня», который на сегодняшний день вошел в пилот федеральных площадок. И мы одни из шести регионов, которые возглавляют эту тему. Ежегодно социальные работники со всего региона участвуют в конкурсе профессионального мастерства. В этом году заявки на творческое состязание подали более 80 участников. Гюзель Натыпова в сфере соцзащиты последние 4 года. Со своим авторским проектом для пожилых людей «Волшебные палочки» она объездила почти все районы. Волшебные палочки – это обыкновенные деревянные палочки, которые смастерили мы в нашей мастерской. И проект направлен на оздоровление, на профилактику болезни суставов у пожилых людей. Итоги конкурса объявили в этот день со сцены в Парке Победы. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ.